Привет! В этом видео расскажу, что такое аргинин. Многие слышали, что это добавка для пампинга, хотя на самом деле она имеет много эффектов. Вы узнаете, какая польза аргинина, как правильно пить и при чем тут цитрулин. Как всегда, коротко и о главном. Быть спортивным просто. Поехали! Итак, L-аргинин это аминокислота, которую мы можем получить из белковой пищи. Например, больше всего аргинина содержится в грецких кедровых орехах и тыквенных семечках. Еще аргинин может образовываться в нашем организме из другой аминокислоты, цитрулина. Поэтому эти аминокислоты имеют практически одинаковые эффекты. Вообще мы считаем, что аргинин и цитрулин недооцененные добавки в спортивном питании. Все слишком влюбились в БЦА. Остановитесь! Хотя если вникнуть, то аргинин будет даже эффективнее для некоторых целей. Аргинин это донатор оксида азота. Что это значит? Оксид азота регулирует тонус сосудов. Сосуды расширяются, улучшается кровоток, питание мышц. Отсюда исследует масса полезных эффектов. Как добавку, аргинин используют чаще всего во время тренировки. Поэтому он есть практически во всех предтрениках. Какие эффекты дает аргинин? Дополнительный прием продляет выносливость. Когда в мышцы быстро поступают все питательные вещества, энергия, то они работают эффективнее. И получается тот самый эффект пампинга. Мышцы накачаны, наполнены и готовы к тяжелой работе. Отсюда и ускорение восстановления. После интенсивной тренировки остается много побочных продуктов. Это мусор, который нужно быстро утилизировать. Накопление молочной кислоты в мышцах очень мешает тренировке. Далее аргинин понижает давление. Сосуды расширились, нагрузка уменьшается. Это может помочь тем, у кого подскакивает давление во время тренировки и головная боль не дает нормально тренироваться. Еще аргинин это антиоксидант. От него зависит способность организма синтезировать мочевину и выводить белковые шлаки. Это особо актуально при интенсивном наборе массы с большим потреблением белка. Аргинин стимулирует выработку гормона роста. Конечно, гормон роста очень важен в спорте, особенно где требуется построение мышечной массы. Но тут следует понимать, что эффект от приема одного только аргинина будет очень небольшим. Это один из элементов, которые необходимы для роста и восстановления мышечной ткани. Но никак не мощная добавка, которая прибавит вам плюс 10 кило. И не надо сравнивать с фармакологией. Аргинин просто должен быть на высоком уровне в организме. Для того, чтобы получить эффект необходимы правильные тренировки, восстановление, сон, еда. Еда, еда, иди ко мне сюда. Еще один полезный эффект. Аргинин способствует улучшению эректильной функции у мужчин. Причина та же. Улучшается кровоток к половым органам. Как отдельно, так и в комплексах может применяться для лечения проблем с бесплодием. Ходят слухи, что порно актеры тоже используют аргинин перед подходом для пампинга важной мышцы. Окей, все для пампинга, роста мышц, а что для девушек, помимо спортивных эффектов? Аргинин активирует образование коллагена, белка, который отвечает за красоту и гладкость кожи, здоровье волос и ногтей. Поэтому он часто есть в составе косметических средств. Шампунь, так может и называться, сила аргинина. Хотя сила аргинина больше проявляется все-таки в предыдущем примере. Какой аргинин бывает? Сейчас стали делать много добавок с добавлением разных кислот, соли и молекул для лучшего усвоения. Это не всегда повышает эффективность, но если обычный аргинин вы не почувствовали, то стоит попробовать. Самые популярные формы аргинина – это аргинин гидрохлорид и АКГ. Аргинин альфа-кетоглютерат. Как и весь спортпит, аргинин есть в порошке, капсулах, таблетках, шотах. Эффективность одинаковая, кому как удобнее. Как принимать аргинин? Хорошая рабочая порция – 2-3 грамма аргинина за раз. Для больших дядек дозировка может быть 7-8 грамм. Для пампинга и повышения выносливости пьем сразу перед тренировкой. В качестве восстановителя – одна порция перед сном. Курс приема – 2-3 месяца. Помимо этого, его не следует принимать тем, у кого воспалился герпес. Дело в том, что аргинин – это строительный материал для клеток этого вируса. Пролечитесь, а потом пампитесь на здоровье. А что лучше – аргинин или цитрулин? Некоторые исследования показали, что прием цитрулина повышает концентрацию аргинина лучше, чем прием самого аргинина. Это связано с тем, что цитрулин имеет более высокую биодоступность, лучше усваиваться. Поэтому, если вы не почувствовали никакого эффекта от аргинина, следует попробовать цитрулин. Как вариант, можно пить вместе эти две добавки. Кстати, у нас есть отдельное видео про цитрулин. Ссылка тут. Что в итоге? Аргинин – полезная добавка для получения большего эффекта от тренировок. Продляет выносливость, дает пампинг, поможет восстановлению и росту мышц. И при правильном приеме можно значительно повысить свои спортивные показатели. Спасибо за просмотр, поставьте лайк. Если у вас остались какие-то вопросы, напишите в комментариях. Пока!